привет друзья привет посмотрите что здесь написано только спокойствие потому что это видео называется как бесплатно стать человеком к науке человечности видите у меня вот такой вот это по-моему карлсон да такой смешной только пропеллеры не хватает это карлсон или не карлсон да я буду сегодня вам как карлсон который летает на крыше но у меня только пропеллеры но у нас лежит логотип нашего метода саморегуляции ключ летающий человечек звезды над нами космос над нами космос внутри нас как говорил кант звезды над нами и эти кого ты нас да как бесплатно стать человеком я похож там на обезьянку тоже правильно как из обезьяны получился человек это научная картина мира есть религиозная картина мира там бог создал человека дома и его и адам и его но они осушились бога они сели плод с древа познания добра и зла вот его вот плод и кто-то там не сразу скажет то что он посягает на святой как это стать человеком бесплатно но тут это очень сложный вопрос потому что человек социальное существо из этого и вот родился он еще вроде бы человек и вроде не человек пока его не научат не воспитают не накормят это же все стоит денег тоже правильно образование а как бесплатно стать человеком но это вопрос видите какой не такой простой и поэтому смеется тот кто смеется последним подождите смеяться наука отличается от не науки тем по определению понятий что там свои критерии и там свои доказательства и там она настроена то чтобы осознать какие-то явления свойства и закономерности природы это называется объект открытий и там из изобретения это например способ который состоит из алгоритмах определенных действий последовательности действий где можно вычислить и количество отмерить каждый из этих действий например нажал на точку измерил с каким давлением до какое сопротивление то вы видите электрический ток пустил измерить вот это способ он состоит из нескольких объектов это значит способ это изобретение это штамп меркера организмов это вещество это устройство какое-то или устройство применения в новом назначении я сейчас буду говорить о том как быть здоровым и счастливым и мы вместе все создаем науку человечности но у нас там есть элементы ключ 2 тоже в этом почему метод то научный но есть там такой момент не просто ключа ключ 2 это элемент томиси вот вы берете вспоминаете когда вы были счастливы фрагмент жизни вспоминаете что вы тогда чувствовали что вы тогда делали но например вы ели пирожные да но вы тогда были счастливы а теперь вы несчастны допустим теперь у вас стресс но если вы возьмете из вашей памяти как вы ели пирожные и ментально к ментальной картинки в образу добавите действия которые вы совершали но вы начнете вот вспоминать как вы были счастливы когда ели пирожные начнете делать действительно имитацию этих движений именно тех которые вы тогда делали это элемент ключ 2 маленький любят нужна соединение образа с действием то есть соединение ментальной картинки с телесным действием чтобы была синхронизация чтобы психические и физиологические процессы согласовались и чтобы у вас возникла целостность и тогда напряжение падает стресс уходит и вы выходите на такое счастливое состояние вот это будет как объект изобретения то есть там я говорил один из объектов изобретения это использование известного устройства в новом назначении а вы теперь не устройство используете в новом назначении а испытанное вами состояние счастья моделируете с помощью элементов ключ 2 получаете генерацию того же состояния которое было и используете в новом назначении то есть вы теперь переносите это ощущение в будущее когда вы будете попадать в стресс вы будете вспоминать этот элемент и у вас уже без этого пирожного и у вас уже без имитации пирожного уже будет возникать по этому навыку уже будет возникать счастливое состояние но это уже наука потому что здесь видите я вам рассказал алгоритм который основан именно на вашей естественной способности например памяти естественной способности быть счастливыми в определенных ситуациях и способами переноса этого состояния за счет вашего воображения вашей памяти самый главный ресурс это память в будущее то есть по существу вы можете использовать свою память для того чтобы быть счастливым вспоминая из памяти счастливые моменты жизни воспроизведя сначала по этому алгоритму добавляя туда те действия те движения которые вы тогда совершали это будет упражнение испытываю заново это же состояние и мечтая о том что в будущем когда будет стресс в этом вспомните об этом таким образом формируете навык три стадии понятно да так можно сделать с любой ситуацией в жизни уверенность счастливость задумчивость вы можете таки жалко не час станиславского вот мне прямо обнял я был обнял мы выговорим уже об одном и том же говорим мы говорим о том что вы если хотите быть уверенными как он говорил одной женщине там я видел на видео вспомните из вашей жизни в реальности когда вы были уверены да и переносите это в роль а механизм это не было ключа тогда не было я теперь рассказываю как а включая став классическая часть хрёшь руками по спине шалтай болтает потом весь назад весь вперед с проходом вниз потом видео моторные или видео рефлекторные более точно говорят тест в котором происходит триггерный переход из обычного состояния сейчас называет квантовый переход состояние транса легкого то освобождение от стрессов от страхов стереотипов и шаблонов и вы начинаете чувствовать себя освобожденным как будто гора с плечами так вот оказывается чтобы стать человеком вовсе не надо не платить никаких денег ни на что потому что это делают дети инстинктивно еще не проходя никакой академии это делают животные обезьяны это делает да если вы посмотрите на льва в тигре он ходит туда-сюда по комнате ли там выходите по комнате а вот так по клетке когда он заперт или кошечка сидит у вас надяне идеале и качается ну то есть этот ключ основан на инстинктивных действиях человека который иисус сам всегда делает даже будучи ребенком но не осознает что эти повторяемые движения частота которых синхронно с уровнем напряжения то есть там есть корреляции это есть научное открытие есть научные изобретения это все есть элемент науки человечности потому что в конечном счете если вы даже в сильном стрессе вы сняли стресс за счет повторяемых движений синхронных вашему текущему напряжению потряслись там выплакались там выше на состояние пустоты в голове легкости дистанцированности освобождение у вас появляется такая безмятежность и в этом состоянии вы как раз таки в том самое состояние будды нирвана нирвана откуда нирвана потому что до этого если было сильное напряжение потом вы быстро вышли на это состояние у нас же короткие приемы вышли на сцене вот этот контраст дает включение эндорфина ваша внутренняя аптека включается эндорфин вырабатывается он лечит ваш организм восстанавливает нарушение истощенной функции и вы в этот момент и лечитесь и восстанавливаетесь и опять становитесь человеком если вы были агрессивны или раздражены или готовы были побить кого-то кого угодно то вы сейчас можете точно так же смоделировать с помощью элемент ключ 2 бой стеню например да все боксеры мира от мала до велика знают это но просто они не знали что в бой стеню можно осознанно смоделировать например ваш начальник достал уже у вас накопилось напряжение да вы бы его и побили но вы так не можете сделать потому что в обществе находитесь да это вообще грех большой думать о начальнике вообще нас приучили думать о начальнике только хорошо вы возьмите когда накопилось это напряжение дома у себя когда никто вас не видит дверь закройте чтобы не подумали что вы чокнуты и сделайте бой стеню то что делает боксеры всего мира почему называется бой стене потому что вы моделируете то состояние которое вы делаете на ринге но соперника нету и начальника нету и врага того вашего нету который вас обидел а вы его так вот представляете что вы его колотите и начинаете делать движение получается элемент синхрогимнастики дополнительно и побили 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 успокоились серия разгрузились и в этот момент когда пару же выпустили опять стали человеком да опять стали разумным и вы подумали да неплохой это он парень вообще-то наверное его жена дома там заставляет больше работать чем нужно денег надо больше заработать а он на жену очень любит молодец такой поэтому нервничает и поэтому на мне на подчиненном срывается на работе но тут же все взаимосвязано друзья я люблю пошутить но вы понимаете о чем я говорю как бесплатно стать человеком человек homo sapiens человек разумный у него есть и душа как говорится и о надо чтоб все было в согласии но чтобы логика наша трезвый ум работали нормально чтобы они были не в суете нашей мысли не в страхе не в панике не в тревоге и чтобы мы могли работать с неопределенностью чему нас никогда не учили а я теперь вас учу в нашей школе чек будущего homo futurus быть человеком вообще вопреки всем обстоятельствам то есть вы должны возвращаться к самому себе сохранять ясность ума интуитивно чувствует что вам надо делать ситуации неизвестности принимать верные решения когда вам никто не подсказывает когда вам никто не подсказывает оказывается есть кто вам подсказывает сама природа у вас только бессознательных механизмов вся эволюция предшествующих этапов развития человека вас есть ваши бабушки и дедушки и тети и дяди и прочитанные книги и то что увидели во сне это что видели в кино это что видели детективы читали у вас все в бессознательном есть вашей памяти и вашей памяти вашем память вашей памяти тела есть те движения которые снимают напряжение когда вы нервничать и выходите туда чтобы комнате качайте на бой постукиваете пальцами вы много чего делаете инстинктивно чтобы сохранять себе ясность ума чтобы сохранять себе человек да вы делали инстинктивно а я вам на этих занятиях на наших встречах бесплатно это вам все показываю поэтому я вам говорю мы вместе с вами создаем науку человечности потому что как только вы снимаете стресс тут же обнаруживается что у вас оказывается отличный ум отличное сердце у вас оказывается проявляется самые альтруистические качества вместо того эгоизма когда вы были скованы стрессом вы думали только себе как спастись как выжить это был инстинкт самосохранения а теперь начинается более высокий уровень работать вашей головы когда вы начинаете быть творцом и начинаете создавать произведения вам хочется рисовать картины и вот ева в саду эдема конечно никакого грехопадения не было когда нам все время внушают это мое личное мнение я не учитель жизни я имею право сказать свое мнение никакого грехопадения не было и когда нас воспитывают как грешников но если вам все время говорить грехопадение было вы все из греха воспитаны то если вам теперь сказать а хотите быть свободными давайте мы научим всех быть свободными то у вас уже там заряжена то как же так как это можно людям давать свободу они же начнут и улицу на красный свет переходить они же передерутся друг с другом у нас страх страх быть свободным а на самом-то деле свобода это не анархия это здравый смысл и чувство гармонии свои предложения рекомендации обсуждения под видео пожалуйста пишите больше 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 и все участники дискуссии мы вместе вместе создаем сейчас науку человечности до встречи друзья